Всем привет! Покажу я вам показательный бой. У меня был премиум, вижу, что против нас два вьетнамца. Союзник мой, видимо, играет гренадёром и дикообразом, посмотрим, играбельно это или нет. А я, как обычно, играю тем, что у меня есть, а именно провожу раннюю атаку. И дальше пытаюсь сдерживать противника. На последнее время я использую снайперов. Пытаюсь сдерживать противника с помощью снайперов и гренадёров. Истощая, так сказать, противника. И медленно продвигая всё ближе и ближе с помощью союзника. В последнее время интересных боёв нет. Где я бы играл один против двоих или затяжной бой против молотов. Когда у противника три завода молотов. Когда мы пытаемся друг друга задавить, но не получается. Вот я использую красный бурст, у меня был премиум. Отдаём один ящик, но ничего страшного. Не стал я пытаться у противника забрать ящики. Про этот ящик я вспомнил немного поздновато. Ладно. В этом бою я решил сразу построить Койота. Отобрать у своего союзника ящики. Ну, видим, что союзник плохо разведает карту. Даже хуже, чем я. Нагло забираем у него ящики. Он идёт совсем не в ту степь. В принципе, я знаю, где находятся все ящики на этой карте. Понимаю, что у противника отжать ничего не получится. Поэтому лучше забрать центр. Там где-то три ящика. Плюс центр всегда забирает тот игрок, который находится слева на этой карте. Слева ящики поставлены удобнее. Надо обязательно спускаться с холма. И как раз по дороге, спускаясь с холма, можно пойти либо вперёд, либо наоборот. На центр. Вижу, у зелёного целых 5 CS нашего союзника один завод дикобраза. Ну и в принципе, я понимаю, что против нас два вьетнамца. И зелёный выходит либо в ZEVS, либо... Либо в Vertex. Но в этот раз у него административные здания находятся впереди. Так что, скорее всего, это Vertex. Потому как, если на конфедераты идёт противник, Vertex его выбьют, но им нужно время. Питать, разворачиваться. То есть, урона, в принципе, им хватит. Топлива хватит. А вот время как раз даёт то, что вы строите административные здания впереди. Броники или что там есть у противника, агрятся на эти здания, пытаются их прибить, катаются, стреляют, катаясь. Надо было в идеале использовать в этом бою дополнительное бусное электричество. Тогда у меня было бы как раз недостающие где-то 200-300 ресурсов. По крайней мере, на 100 ресурсов было бы больше. За 1-2 минуты накопилось бы как раз недостающие небольшое количество ресурсов. Построились бы ЦС. Ну что ж, понимая, что нахрапом пойти не получится, нет смысла делать стрелков, это не нубы. Решила сделать небольшое количество снайперов, ну штук 5 может быть. Броники, чтобы уничтожить здание. Ну то есть, защиту противника. И после этого добавить пару гренадёров. Союзник спрашивает, что у противника есть. У противника есть 5 ЦС. Значит, что задерживать их нельзя. Даже если у нас в лове дикобраз, а6 у нас будет хорошая экономика. Самолёты манёвренные, могут зайти с тыл, будут вас задерживать в атаке. И единственный способ бороться с авиацией на малом ранге, это просто строить большую базу. А учитывая, что ЦС дает мало ресурсов, построить её будет очень сложно. Так что, ну в теории, надо сбегать авиацию с авиацией. Но не стоит играть по правилам противника. Что я, собственно говоря, сейчас и делаю. Хотя, конечно, я не собираюсь вынуждать противника делать большое количество защиты на базе. Я собираюсь именно его продавить. Не пытаюсь его пугать. Вот просим союзника разведать базу синего. Видим у него артиллерию, непонятно зачем. Нито я не делаю на маленьком ранге. Буквально видел за всё время. Два, может три раза. И все разы были провальны. Жду подкрепления. Не хочется мне отправлять пехоту. Она мне ещё понадобится. Стрелки. Терять один броник тоже не хочется. Долго пробивать. Плюс противник может испугаться. Сделать ещё здание. Пехоту. Плюс думают, что у меня ничего не получится. Я, если честно, уже ожидал молота. Надо уничтожить эту казарму, чтобы она не мешала нам. У нас есть небольшое количество стрелков против гренадёров. Противник делает грамотно. Он копит небольшое количество армии. И только после этого идёт контрнаступление. Хочется мне пройти дальше на базу, но понимаю, что сначала надо уничтожить имеющийся у него резерв. По-хорошему, мне надо было бы уже выйти в большое количество гренадёров. В принципе, гренадёры неплохо бьются против гренадёров противника. Так как у них много брони. Они задерживают. И там пару снайперов сделают всё дело. Успел противник сделать ещё один бункер. Стреляет он далеко. Видимо, 7 клеток. Однако противник не использует бусты. Иначе бы юниты двигались быстрее. У противника остаётся жалкое сопротивление. Продвигаясь вперёд. Хочется мне уничтожить ЦС у противника. Я всё же не знал, сколько я смогу держаться. В идеале мой союзник должен был выйти поближе к противнику, к синему. Если бы синий пошёл защищать зелёного, тогда у меня было бы... Тогда бы я слил свою армию, но хотя бы что-то уничтожил. Желательно ЦС. Но синий не спешит помогать союзнику. Видимо, синий слабее. И мой союзник тоже не спешит мне помогать. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть готовящийся вертекс. То есть я был прав. Вовремя пошёл на противника. Может, у противника даже больше апов, чем у меня. Но это абсолютно не важно. Мы не даём ему, противнику, играть по нашим правилам. Вот он строит, видимо, бункера. Но они не успеют дотроиться. Я даже не пытаюсь их пробить. Я уничтожаю штаб. Вот, мне крайне необходимо сделать ещё один уровень штаба. Ну, ясно, что у синего уже ничего нет. Это победа. Очень крепкий штаб. Непонятно откуда у игроков на малом ранге столько улучшений. Всё же кое-что достроилось. У меня уже прибыли подкрепления. Мне сейчас нужно сделать большое количество гренадёров и просто задавить синего. Красный опять делает ошибку. Ну, в принципе, да, он встретил синего на центре карты. Да хорошо. Может быть, синий собирался пойти на меня. Прямо на мою базу. Но вместо того, чтобы красный шёл на синего, он почему-то идёт мне помогать. Хотя я могу спокойно оставить буквально несколько гренадёров и уничтожить базу. Пытаюсь сказать союзнику, чтобы он менял свою позицию и шёл к синему снизу. Ну, вот, град видим. Непонятно зачем. Град без молотов. Вот такое. Ну, и, конечно, я не пытаюсь уничтожить базу из зелёного вовсю. И вам не советую. Если, конечно, только вы не 20-го ранга, то можно быстро отстроить базу. Нужно идти вперёд. Окупилось у меня большое количество броников. По-хорошему, наш союзник должен был уничтожить оставшиеся здания. И идём пробивать противника оставшегося. Не знаю, насколько прокачанный противник. Ну, в принципе, и так же его процент в обед тоже ни о чём не говорит. Но у него достаточно... У обоих противников достаточно много турниров. Возможно, они давно играют. Возможно, у них нормальная прокачка. Может быть, и не очень. Ну, у моего союзника хорошо прокачанная армия. Так что... Пару крепостей ничего не смогут сделать. Большому количеству гренов. Если бы я задержался, может быть, на одну минуту, может быть, на две минуты, то шансов бы пробить зелёного у меня уже не было бы. И мы бы проиграли, в принципе, этот бой. Ну, а так, я использую своё преимущество. То есть, мне нужно буквально 2-3 прокачанных юнита, чтобы иметь возможность уничтожить противника. Даже если у вас слаб... Ну, даже если броники значительно слабее гренов... Ой, тифу, гренов. Молотов, то... Когда у противника нет никакой защиты, то... Ну, естественно, 7 броников сильнее, чем в один молот. Ну, что ж, всем пока. Встретимся в следующем бою. Встретимся в следующем бою.